Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, это моя мама, Елена, и сегодня мы снимаем кукинг. Мы снимаем их достаточно редко, но мне кажется метко, и всегда классные рецепты, которые я иногда сама узнаю, ну ладно, не впервые, но, в общем, то, что я не так часто готовлю и так классно, у меня без мамы не получится 100%, поэтому, что мы сегодня готовим? Ну, поскольку у нас идет масленичная неделя, и зима заканчивается, слава богу, и начинается весна, поэтому мы сегодня будем готовить по нашему любимому рецепту блинчики. Ну, напечем кучу блинов, и у нас еще будет сегодня начинка, одна из, которые я готовлю обычно на масленицу, сегодня мы ее вам покажем. Поехали! Наверняка вы уже давно кушаете блины, и все такое, мы тоже уже кушаем блины, и вот что-то в последний момент решили рассказать вам про наш семейный рецепт. Ну, и даже если вдруг уже масленица закончилась, и вы смотрите это видео после, мне кажется, для блинов всегда есть время, и можно их не только на масленицу делать. Ну, на самом деле, после масленицы начинается пост. Блинчики я уже пеку, в общем-то, с воскресенья, и делала кучу всяких разных начинок, но сегодня мы сделаем такую интересную начиночку из печени. Так что поехали, начинаем печь блины. Погнали! Так, начинаем с того, что сначала мы разбиваем яйцо. Так, вместе со скорлупой. Сейчас я ее достану. Да ладно. Так, по этому рецепту у нас уходит 4 яйца, да. 4 яйца. Сначала я достану скорлупу, которая у меня с ученым сюда попала. Какая оплошность. Так, все скорлупо. Извечена. Взбиваем 4 яйца. Может, омлет? Нет, омлет без меня утром. Сейчас у нас будут блинчики. Что нам нужно добавить в 4 яйца? Добавляем 2 столовых ложки сахара. Запоминаем, девочки. Ну, ты рецепт можешь указать в описании. Так, немножечко соли, да, добавляем. Прямо щепоточку. Вот совсем чуть-чуть. Сейчас мы это все размешаем. Уйдет у нас где-то 600-700 миллилитров молока. Вот такое количество. Я все делаю на глаз, потому что у меня уже все отточено. Здесь литр молока. Примерно у нас где-то 700 миллилитров на 4 яйца. Обязательно 3,2% молока? Да любое молоко, хоть и с подкоровой. Будет еще лучше, вкуснее. Так. Сейчас мы достанем миксер, будем все взбивать. В блины получается, в общем, 4 яйца, где-то 700 миллилитров молока, 2 столовых ложки сахара, щепотка соли. Сами все видите. Да, и сейчас у нас сюда уйдет примерно 2 таких стакана муки. Я хотела рассказать тебе, что однажды, ладно, не однажды, я 2 раза в жизни, прикиньте, 2 раза, всего 2 раза в жизни делала блины. Ну, у меня не было никогда в этом особенной необходимости, потому что всегда блины делала мама, бабушка, и я даже не успевала соскучиться за этими блинами, как уже мама или бабушка мне эти блины. Ну-ка, поедай, блинчики мои хорошие. Поэтому никогда не заморачивалась по поводу блинов, и я готовила их 2 раза. И 1 раз, первый раз, когда я делала блины, у меня получились идеальные. Я не знаю, как так вышло, они реально очень крутые получились. И во второй раз я подумала, ну раз у меня с первого раза все офигенно получилось, у меня вообще не пойми, что получилось. Просто мне кажется, что я либо с сахаром переборщила, они были как будто бы колючие. Ну, ты знаешь, я знаю как минимум 5 рецептов блинов. И все по-разному получаются? Ну, я знаю 5 рецептов. То есть в данном случае мы делаем именно тот рецепт, который подойдет для начинки. Такие более-менее простые блины, да? Такие блины я пеку, когда я их делаю с мясом, да. Сегодня у нас будет начинка печеночный паштет, который мы сами сделаем. Такие блины идеально подойдут для того, чтобы их, допустим, немножко смазать сливочным маслом и положить икру в блинчик. Ну, понятно, такие длинные. Или с семгой, ну это кто как любит, да. И, соответственно, легко, совершенно со сгущенным молоком. То есть вот у меня, например, мои мальчишки, они обожают, вот когда я пеку блины, даже если я их пеку для того, чтобы сейчас сделать начинку с мясом, пока я пеку, они половину съедают просто. И со сгущенкой. Ну, кто-то любит, может быть, со сметаной. Поэтому просто вот этот рецепт, он подходит идеально абсолютно для всех типов блинов. То есть, ну, не только для сладкой начинки, но и для соленой. Поэтому... Клево! Сейчас, в общем, продолжаем процесс. Так, потихонечку начинаем размешивать муку. Вот, кажется, что ее много. На самом деле ее не так уж и много. Сейчас она вся размешается. Очень простой рецепт. Блинчики получаются идеально тоненькие. Это значит, я могу каждое утро себе, по сути, сделать блинили с омлетом? Не, ну, можешь, но все равно это у тебя будет занимать больше времени, чем бы ты делала омлет. Вот мы взбили миксером. Сейчас мы добавляем сюда немножечко подсолнечного масла, чтобы у нас блинчики... Как будто сколько там, примерно, 2-3 ложки? Да, ну, 2 столовых ложки, допустим. Да, я вот на глаз все делаю, потому что у меня уже, это, отточена рука и глаз. В общем-то, перемешали уже с маслом наше полученное тесто. Оно вот такое жиденькое получается, чтобы блинчики были тоненькие, воздушные и очень вкусные. Теперь, доставая сковородку, начинаем печь блины. Только у нас тесто получилось, как кефирчик. Ждем, пока сковородочка разогреется. Капец масла. У нас же есть еще вопросы. Да, давай вопросы. Так полнуюсь. Первый день коном? Почему? Ну, это просто поговорка такая, да? Там посмотрим. Сегодня Минадя сказала, как день начнешь, так и проведешь. И что это такое? А ты начала сегодня день? Ну, замечательно. Учитывая, что я все проспала, что планировала. И все эти изобивочки. Они не сгорят на семерке? Нет, не сгорят. Господи, ты просто профессионал, а то, мамочка со стажем. Такие у нас блинчики получаются классные, нам нужна тарелочка срочно. Большая, большая тарелочка, куда мы будем выкладывать наши блинчики. Круто. Пусть еще поджарятся. Я люблю поджаренные блинчики. Как мама относится к тому, что ты живешь с парнем без замужества? Да нормально отношусь. В 21 веке живем. Ну, не знаю, мне кажется, я просто на своем таком, хоть и маленьком, но все-таки жизненном опыте поняла, что лично я, наверное, не смогла бы выйти замуж за человека, не пожив с ним вместе. Ну, я считаю, что в этом ничего такого нет. Каждый сам выбирает, как он. Человека нужно все равно узнать. Я просто знаю, что вот я не представляю, у меня очень многое раскрывается в человеке для меня, когда я живу с ним вместе 24 на 7, вижу его, вижу то, как он живет, как он при выжить. А я человек такой, что есть какие-то вещи, которые я не могу принять. Я считаю, что взрослая девушка и взрослый молодой человек вполне могут пожить вместе. Тем более, что вам уже далеко за 20, но тебе еще не далеко. Ну да, но, кстати говоря, дедушка мой был немного против этого, потому что он такой все-таки старой закалки и считает, что нужно сначала жениться. Вот, но я ему объяснила, что ну дедушка, зачем жениться, чтобы потом разводиться, да и пожить с человеком, понять, что как. Вот, поэтому. Короче, кому как нравится, тут так же. Это все понятно, мы же говорим про меня. Ну, про тебя. Ну, про тебя. Мне так нравится. Я не умею ничего против, тем более, что люди уже взрослые, так сказать, состоявшиеся. Ну, штамп в паспорте и свадьба на самом деле. Мне кажется, что в свадьбе вообще ничего не меняют. Ничего абсолютно не меняют, поэтому лично мое мнение, ничего в этом такого нет абсолютно. Ну да. Мы тоже с моим вторым мужем любимым жили сначала без штампа в паспорте, потом поставили этот штамп в паспорте и дальше живем уже почти 10 лет, так что. Ну да, я согласна, на самом деле свадьба, я думаю, что... Не, я знаю, вот лично для себя я знаю, что для меня свадьба, но это в другом видео. Когда в последний раз было очень стыдно за Юлю? Да постоянно. Ну, нет, на самом деле уж давно я не помню такого, чтобы было стыдно за Юлю, так что я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Давайте пропустим этот вопрос, потому что, честно, ну, я не знаю. Я на самом деле всегда очень горжусь своими детьми, поэтому не могу ответить на этот вопрос положительно. Не было мне стыдно за Юлю. Поехали дальше. Ты уже готова стать бабушкой? Да! Ес! Я готова стать бабушкой! Только, походу, никто не торопится меня сделать бабушкой, поэтому... Зачем тебе так скорее становится бабушка? И самое интересное, конечно, мама мне задает такие вопросы. Ну, когда я стану бабушкой? Так, во-первых, вопрос задан мне, а не тебе. Ну, да. Я ответила, что я уже готова стать бабушкой. И я вообще не боюсь вот этого слова бабушка, абсолютно. Да нет, бояться-то чего? Вот, и я буду прекрасной бабушкой, я это знаю на сто процентов. Мне очень хочется внуков, но всему свое время. Ты бы хотела создать свой канал на ютубе? Я уже как-то отвечала несколько лет назад на этот вопрос. Хотела бы, создала бы. Ну, нет, не хотела бы. Все-таки я там не особо ютубер, да, и я инстаграм-то с трудом веду. Поэтому, ну, вот с Юлькой вместе с удовольствием. Почему бы нет? Я люблю потом видео пересматривать, где мы с тобой вместе. Ну, это прикольно. Свой канал нет, я не знаю. Может, я когда-нибудь созрею к этому, но пока нет. Не так хорошо. Ну, в любом случае, на это очень много времени уходит. У меня его нет. У тебя его и нет, поэтому... Поехали дальше. Девочка угадала, что мы готовим блины. И она спрашивает, поддерживала ли тебя мама с самого начала блога? Тоже уже был такой вопрос несколько лет назад. Я всегда поддерживала Юлю. И не только Юлю. Говорю, я такая мамашка всех своих детей во всем поддерживала. Ну, это, кстати, да. Ну, на самом деле, я и ругаться умею хорошо. Он не указал. Это да. Я самый великий критик и самый, наверное, жуткий хейтер в ее жизни. Если вы думаете, что причина, по которой я не расстраиваюсь из-за хейта в интернете, потому что самый главный и самый большой мой хейтер, это моя мама. Это я. У меня просто иммунитет. Ну, на самом деле, каждый раз я убеждаюсь в том, что твоя критика, она все-таки конструктивная, конечно же. Такие блинчики у нас получаются классные. И каждый раз убеждаюсь, что ты права. Потому что я тебе желаю всего самого лучшего всегда. И я тебе. И все-таки мама постарше немножечко. И уже жизненный опыт, понимаешь, его уже никуда не денешь. Была ли я трудным подростком? Вообще, кто из твоих детей самый трудный подросток? Обожаю этот вопрос. Так. Ну ладно, Саша еще не подросток. Ну ты и не была точно трудным подростком. Правду сказать. Ну, Георгий, да, сложноватый подросток. Он сейчас, правда, уже немножко вырос, да, из подростка. Он уже такой у меня взрослый совсем стал. Ну, не, я знаю этот период, когда ты уже думаешь, что ты знаешь лучше всех все, тебя не понимает твоя мама. А на эти глупости какие-то советы. Да, родители всегда такие дураки. Они вообще ничего не понимают в этой жизни. Господи, это же простая истина. Ребята, вы только подумайте, вот когда вы станете родителями сами, да, и вот всегда, когда ваши родители пытаются, там, допустим, вам объяснить какую-то простую истину, ну, вы на секундочку представьте себя на их месте, да, что вы уже взрослый, что вы родители. И как бы вы относились в этот момент к своему ребенку, да, и что бы вы хотели пожелать, что бы вы хотели, чтобы ваш ребенок делал, как он слушался. Вы просто всегда себя поставьте на место своих родителей. И вы все поймете. Но то, что я сейчас сказала, я понимаю, что до вас все равно не дойдет. Нет, на самом деле, каждый раз, когда в вашей голове появляется мысль сделать какую-то глупость, представьте, что это не вы, а ваш, например, ребенок. Да, да. И что с ним может произойти. Ну, просто много всего, да там всякое на улице происходит, подростки, что только не делают. И вот представьте, что это делает ваш ребенок. Какие у тебя сережки красивые, я помню, маму. Ругались когда-нибудь с мамой по-серьезному? Конечно! Конечно! Ругались! Ну, как без этого? Вы что? Ну, да. Ну, я не знаю, даже есть ли люди, которые никогда ни разу не ругались с родителями. Ну, конечно, мы ругаемся, но самое главное, что мы миримся потом, понимаете? Ну, сейчас мы, конечно, реже ругаемся, потому что Юля взрослая, но всякое бывает. Ну, все равно, сейчас хоть я и взрослая, и как бы уже там, да, по другим поводам у нас бывают, что мы разговариваем на серьезные темы, и мама мне говорит, что это не так. Короче, проблема отцов и детей, да, в частности, матерей, родителей, она всегда актуальна. Ты расскажешь офигенный момент из детства? Может ли твоя мама рассказать какой-нибудь момент из своего детства? Ой, нет. Не, ну, столько моментов. Можно не из моего детства? Не, на самом деле с Юлечкой очень много моментов хороших, да, но просто когда Юлечка была маленькая, она, я не знаю, мы с ней всегда были как подружки, да, и у нас такого не было, наверное, до подросткового периода, да, что у нас там были какие-то конфликты. Ну, был такой смешной момент, мы, кстати, сегодня его случайно вспомнили. Я просто, вот жалко, что мы не записывали в этот момент. Кстати, очень долго смеялись, я не знаю. А потом смеялись над тем, что мы над этим смеемся. Насколько это ужасно. Рассказывать, не рассказывать, слушай, ну как-то не очень хочется рассказывать. Смешно. Смешно. Короче, сейчас был такой момент, мы собирались утром в школу, что-то я не помню, то ли мы проспали, то ли… Это моя любимая история. Мы опаздывали, да. У нас машина стояла рядом с подъездом. Школа была достаточно тоже далеко, надо было до нее ехать. Ну, пешком долго было идти. Вот. И мы выскакиваем. Юлька, там, я не помню, ты в каком-то классе, может быть, в шестом году. Да, да, я так помню. Вот. Георгий был, по-моему, в классе во втором. А мы с Юлькой всегда были очень… Ну, короче, мы с мамой всегда очень активные, как будто мы под чем-то. Да. Вообще с ней по темпераменту очень похожи. Да, 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 да. Быстрее, быстрее. А, пошли, пошли, собирались. Быстрее, быстрее. А Гоша такой развеет. Мальчишки у нас всегда очень медлительные. Успокойся. Чудо. Сашка тоже у меня очень медлительный, такой же, как Гоша. И, короче говоря, так интересно получилось, мы выбегаем из подъезда, потому что опаздываем, прыгаем в машину. Юля всегда садилась там вперед со мной. И Гоша должен был сесть назад. И что-то мы как-то с ней быстро так запрыгнули, и я подумала, что Гоша уже сел и поехала. Я проезжаю улицу, ну, там, может быть, буквально метров там 150. И оборачиваюсь назад и вижу, что у младшего ребенка-то нету там. Это так тупо. Мы его просто оставили там, он не успел сесть в машину, мы уехали. Гоша, прости, если ты это смотришь. Прости, пожалуйста. Может он сам даже не помнит этого? Ну, ты жила, а не на вокзале оставь? Не, ну просто это все на самом деле произошло очень быстро, это буквально дело там в трех секунд. Да, то есть мы отъезжаем, я поворачиваю голову и вижу, что ребенка нет. Я тут же сдаю назад, ребенок стоит там с портфелем такой опалдевший, типа, как так, вы с меня уехали? Ну, я думаю, что он не успел даже испугаться, мы его тут же закинули и поехали в школу. Все было хорошо. Но мы сегодня с Юлькой вспомнили этот момент. Просто вы когда это вспоминали, мы угорались. И так смеялись. Вообще просто. А потом я говорю, такие мы жесткие, то что мы над этим смеемся. Ну ладно, все же нормально. И это было там один раз. Нет, это не то, что мы действительно на вокзале забыли и на вокзале выехали. А, забыли? Да ладно, что возвращаются сейчас пробки. Короче, не судите строго. У всех бывают всякие приконы в жизни. Спустя столько времени, конечно, это смешно. Мы смеемся, но на самом деле спокойно. Кошка села и мы поехали дальше. И все было хорошо. Доехали до школы. Но момент этот мы с Юлей очень хорошо запомнили. Такие у нас блинчики получаются. Мы их печем. Спрашивают, кто ты по национальности? I'm Russian. I live in Moscow. Да русская я, конечно. Короче, да. Мама русская. А я нет. Ты тоже? Несли, я нет. Ты москвичка? Ну, москвичка, но... Ну, давайте не будем возвращаться к вопросам крови, потому что все знают прекрасно, что ты у нас... Жвучая брюнетка. Жвучая, да, брюнетка. Поехали дальше. Так. Вопрос. Как ты познакомила маму со Славой? Мы приехали с Юлей в Питер. Поселились в гостинице. И должна была Юлечка сниматься в клипе музыканта Вячеслава Васила. Вот. И так получилось, что мы спустились в фолье отеля. И там стоял такой скромный молодой человек. И еще более скромная ядка. Привет. Он нас встречал, да. Первый раз мы увиделись, и они с Юлечкой поздоровались. Соответственно, я поздоровалась, и так мы познакомились. Вот. Ну, а дальше вы знаете уже. Ну, на самом деле, со Славой ты познакомилась заочно, даже раньше. Это тогда, когда я скинула тебе его видео, где он поет, и сказала, что этот чувак зовет сниматься у него в клипе. А, разбуди меня. Да, кстати, ему очень понравился этот клип. Есть ли у нас традиционное семейное блюдо, которое всегда готовим на празднике? Есть. Черная икра. Да. Он не отомрет. У нас вообще-то много блюд семейных, так-то если честно, да? Да дофига. Ну, вот Юлькины салатики я люблю любимые готовить. Потом, да много на самом деле. Ну, как у большинства такие основные, типа мимозы там. Не, ну просто из мяса делаем много чего, из курицы. Ну, что об этом говорю? У каждого есть куча всяких семейных блюд. Одного какого-то конкретного нет, их много. Да. Просто как-нибудь еще вот кукинг сделаем, я вам покажу. У меня на самом деле очень много блюд, просто у Юльки все время нет времени, а так бы побольше кукинг бы снимали и я бы показала. Ну, мое любимое блюдо, которое ты готовишь, просто любимейшее блюдо, я не знаю. Ну, вообще я всю твою еду люблю, за исключением той, где есть грибы. Просто потому что грибы не люблю. Но мое самое любимое это без строганов. Просто я не знаю. Я очень сильно люблю мясо, я не представляю, как можно любить мясо. А Коша любит мясо. Вот в духовке я делаю, ну, как типа а-ля по-французски называется, я не знаю. У меня свой, правда, рецепт. Кстати, можно как-нибудь его тоже приготовить. Ну да. Вот. Да много рецептов. Я очень люблю на даче готовить. Причем на улице, вот в Казани недавно готовила. Это я видела, это все видели. Шурпа, да. У меня еще плов, там есть, зайдите в мой инстаграм. Здесь можно ссылочку написать на мой инстаграм. И там есть у меня в сохраненных, да, как они, рецептики, да, называются. Да, да, да. Вот, заходите, посмотрите. Сейчас скоро будет весна, я буду больше готовить на улице. Стоит ли открыто обсуждать все нюансы отношений с парнем, со своей мамой? А почему бы и нет? Например, у нас с Юмкой нет секретов. Мы всегда делимся, если у меня там бывают какие-то моменты в отношениях у нее. Ну, я же говорю, мы же как подруги, поэтому мы можем спокойно поделиться. И ничего в этом плохого нет. Ну, вообще, я просто думаю много лет. Хотела бы посоветовать всем мамам или будущим мамам, никогда не бойтесь быть на одной волне и откровенно со своей дочерью, особенно с дочерью, потому что это всегда в будущем вам поможет предотвратить какие-то, может быть, необдуманные поступки у ребенка, да, потому что все-таки совет матери, если еще дочка ее слушает, это очень важно, понимаете, потому что родитель всегда хочет мучить своего ребенка, извиняюсь, алло, не боялись никогда со своими детьми быть откровенными и прежде всего быть не только родителями, но еще и друзьями. Это очень важно. Я так считаю. Я не знаю. Вот у меня моя мама тоже, да, ну, мы с ней, в общем-то, как подруги общаемся. И с дочкой я всегда устраивала такие отношения. Я думаю, что самое главное, чтобы сам родитель, мама в данном случае располагала к тому, чтобы дочь рассказывала, потому что я понимаю, что если бы моя мама как-то по-другому реагировала на то, что я ей рассказываю или просто вела бы себя как-то по-другому, я бы боялась ей просто рассказывать что-то, то, конечно, я бы ей ничего не говорила, поэтому иногда я думаю, как можно не рассказывать своей маме такие вещи, как можно при маме не сделать вот это. Кстати, да, я вот тоже иногда с ней делюсь какими-то своими личными такими сокровенными моментами, которые даже вот, например, подруге не могу рассказать, а ей могу рассказать. И вы знаете, как ни странно, она мне может дать совет. Вот так вот. Я еще не слушаю. Ну и, в общем, я понимаю девочек, которым сложно со своими мамами, которые не могут с ними поделиться, спросить у них какой-то совет, потому что не каждая мама, к сожалению, располагает ребенка к себе на такие вот – Да, в общем, мы вам желаем, чтобы у вас были очень хорошие взаимоотношения с мамами и вообще с родителями, потому что семья и родители – это самое главное, я считаю. Это самая главная основа всего, что у вас в жизни происходит. Если у вас есть крепкий тыл, хорошая семья и поддержка, то у вас все будет хорошо всегда, я в этом уверена. Ну что, мы испекли блинчики наши. Честно говоря, мы уже половину съели. Половину съели. Однозначно была вот такая горочка, ну извините. Ну да. Вот. И, собственно говоря, мы их пока в стороночку откладываем. Так, вот мы порезали свежую говяжью печеночку, да, пленочки по возможности я постаралась удалить. Значит, мы приготовили вот такую тертую морковочку и немножечко лука. Морковки у нас ушло две, лук один. Луковица одна, да. Сколько здесь грамм? Ну, сколько? Ну, где-то, наверное, грамм, может быть, пятьсот, шестьсот. Ну так. Сейчас мы это, ну, может чуть побольше, я так не знаю точно. Сейчас мы будем это все тушить. Так, ну, естественно, для начала мы наливаем подсолнечное масло, без запаха, для жарки. Ну, сначала мы сюда отправим наш лучок и морковочку. Как же этого получится подселить? Сейчас все узнаем. Кстати, знаешь, мне кажется, лучка немножко маловато. Наверное, я дорежу еще одну маленькую луковицу сюда. Мешать? Не мешает. Не мешает. Не мешает. Не мешает. Точно? Точно. Я еще добавила одну луковицу. Точно не надо мешать? Не, ну подожди. Вот таким вот образом мы обжариваем лучок с морковочкой. Фактически тушим. До готовности. Просто хочу сказать, что рецепт шарлонки твоей мамы лучший до сих пор пользуюсь. О, спасибо. Спасибо, мне очень приятно. Я сама им до сих пор пользуюсь. Пользуйтесь им здоровее. Как ты меня в детстве наказывала? Я тебя наказывала? Конечно. А я тебя наказывала. Не, подожди. Не, ну наказывала это что? Ну я помню, что я... Ну не обязательно на горох ребенка ставить. Я на горох не ставила. Нет, я помню, что я может быть компьютер отбирала. Провод по-моему вот этот удергивала. Ну Google, короче, не ставили. Не, я никогда не ставила. Это вообще, извините, это вообще работает. Могу норм, я могу. Не, ну я помню, что я могла покричать там допустим, да? Не, ну блин. Наказание для ребенка, да даже в моем детском возрасте, назовем так, это отнять какие-то гаджеты, игрушки. Какое еще наказание? Ты можешь... Не, ну то, что я там... Ну типа ты предела пойти куда-то. Я не была никогда суровой мамой, да? Ну бывало у меня иногда. Хотя вот я не знаю, вот почему-то все считают, что я очень грозная. Я вообще не... Я разве грозная? Просто темперамент такой. Ну да. Мы даже громко разговариваем. Мы когда просто говорим... А как бабушка у нас громко разговаривает. Причем, мне кажется, у нас только девочки такие, мальчики такие... Да, ну все нормально. Да, у нас девочки громкие, мальчики чуть потише. Мы можем просто спокойную историю рассказывать так, как будто бы там жесть. Мама не переживает из-за твоей худобы? Нет, я больше переживаю из-за того, что я поправила. Она вообще шикарно выглядит. Сколько я весила, когда мне было? Ну ты вообще очень худая была. Ой. Где-то 43 килограмма, наверное, весила. Не 45, а сейчас уже не помню. Я на 10 больше, поэтому очень нормально. Ну ты рост у меня выше. Ну не настолько, чтобы прям 10 килограмм. Ну как мне настолько? Ты выше рост у меня. Хорошо, да. Я же мелкая была, маленького роста всегда. Да и сейчас, собственно, маленькая. Не, вообще не переживаю. Она шикарно выглядит, мне это очень нравится. Легко было отпустить Юлю в самостоятельную жизнь. Ну, во-первых, то, что Юля переехала сама отдельно жить от нас, это не значит, что мы ее отпустили в самостоятельную жизнь. У нас всегда рука на пульсе. Вот, а потом я хочу сказать, что Юля настолько самодостаточный человек во всем. Вот, поэтому за нее, ну, я не могу сказать, что после 18 лет я так сильно очень переживала. Одна девочка у меня умная, разумная. Она всегда знает, как правильно поступить и что сделать. Ну и потом, спасибо доча, что со мной советуешься иногда. Вот, не могу сказать, что переживаю. Я вот больше, наверное, переживаю за мальчишек за своих. Переживаю ужасно, потому что Георгий уже вырос. Саша, правда, еще не скоро, так сказать, во взрослую жизнь вступит. Но за мальчишек я переживаю больше. Наверное, как любая мать, так всегда бывает. Так, ну, сейчас вот морковочку тушим с луком. Печеночка ждет, мы готовим. Какая была бы у тебя реакция? Вот, представь, я тебе сейчас такая звоню. Ну, ладно, вряд ли я бы тебе так сообщила это. Но прикинь, я тебе звоню такая и говорю, что я беременна. Ура! Но все так, как есть. Я не замужем. Ой. Что такое? Пофига. То есть, реально? Да. На самом деле, вот все вот эти моменты про замужество. Нет, я согласна. Существует такая красивая теория, да, что сначала нужно выйти замуж, потом... Ну, гипотетично, это просто сложнее будет свадьбу. Сыграть надо будет быстрее, быстрее это делать, а так, по сути, распространяться пойти. Это вообще фигня было. Нет, дело не в этом, да. Просто существует такая красивая теория. В принципе, я ее поддерживаю, да. Допустим, мне почему-то кажется, что у людьми будет именно так, что сначала будет свадьба, потом через какое-то время будут дети. Но, лично мое мнение, я совершенно не против, что когда человек уже состоялся, да, когда человек самостоятельный, самодостаточный. И если вдруг, ну, так случилось, ну, почему бы и нет, господи, это же такое счастье. Послушайте, мы все перед Богом, да, отвечаем за свои поступки. Мы, как говорится, браки свершаются на небесах. То, что мы здесь в быту ставим какой-то штамп в паспорте, я не против вообще любой ситуации. Дети сначала или свадьба, мне все равно. Главное, что я стану бабушкой. Ну, вы поняли. Угу. Так у нас обжаривается морковочка с луком. Сейчас уже ее будем снимать. Самый главный принцип в воспитании детей. Меня. Ну, не у меня ли? Хотя я могу. Знаете, для меня самый главный принцип – это именно любить своих детей, да? Ну, то есть это даже не принцип, это просто состояние моей души. Просто нужно любить своего ребенка. Какие-то определенные критерии воспитания я не могу подсказать. Я не знаю. Блин, вообще, я так сложно быть родителем. Хоть у меня нет детей, но даже сравнивая с собачкой, например, Вива хочет какие-то вкусняшки, просит у меня. И я понимаю, что она очень хочет, она очень просит. И я хочу ей их дать, но я знаю, что если я дам слабину и дам ей эти вкусняшки, то потом у нее может болеть живот. А вы представляете, как сложно отказывать своему ребенку, который не просто скулит, а говорит, мамочка, ну, пожалуйста, ну дай мне конфет. Мама говорит, ты должен суп есть. Хотя, с другой стороны, ей наверняка хочется дать ему конфет, про который он просит этот ребенок. Нет, просто, конечно, нужно быть немножко где-то в каких-то моментах строгой, да, проявлять. Ну, короче, не слепая должна быть любовь, а… Нет, я согласна. Да, я согласна. Чтобы ей не навредить. Я не знаю, просто у меня есть, да, друзья, и я иногда вижу, да, что они своих детей достаточно строго воспитывают. Как бы я не осуждаю, это их дело. Но вот у меня был совсем другой принцип воспитания. То есть я старалась быть и кнутом, и пряником. Но пряником, наверное, я была больше, мне так кажется. Не знаю. Не мне судить, судить детям. Да просто с тобой лучше не ругаться буду. Так, мы сейчас отправили нашу печеночку на сковороду. М-м-м-м. Сейчас она будет жариться. Вот. Морковка с луком у нас уже обжарились. Потом туда мука добавляется, да? Ты знаешь, когда я делаю паштет, в принципе, я в муку не добавляю. Ну, она там просто не нужна. Тем более, что сейчас, когда она обжарится, да, и потушится, мы ее будем прокручивать в мясорубку. На сегодняшний день это у нас получается такая начинка для блинов. То есть вот печеночка, морковочку. А это же тот паштет, который я могу намазать на хлеб? Да, моя хорошая. Мы еще пачку масла туда добавим и ее прокрутим. Ладно. И ты сможешь намазать это на хлеб, намазать на блин, и, в общем, намазать на все, что ты захочешь. Я намажу на хлеб. Хорошо. Морковку с луком мы добавили и тушим. Тушим еще минут 10. Вот, мы разрезаем. Видишь, еще кровь. Еще кровь идет. Поэтому, раз идет кровь, мы еще немножко оставляем ее тушить. Пахнет безумно вкусно. Да, однородный масс перемешиваем паштет. Вот так вот мы перемешали после мясорубочки. Сюда у нас ушла пачка масла. Сколько там? 200 граммов, да? Или 250. Да, да. Вот. Сейчас будем пробовать на соль. Ой, как вкусно пахнет. Вот так у нас перекрутился. Это будет очень вкусная начинка для наших блинчиков. И для моего хлебушка. Как вы давно знаете, сколько меня смотрите. Если смотрите с самого начала, я всегда обожала паштеты. Не, вот это домашний паштет, просто это рецепт. На самом деле очень старый. И Юльна бабушка, и одна, и вторая делали всегда такой паштет из печеночки. Вот. Ну, соответственно, я научилась в свое время. Я надеюсь, теперь Юлечка узнала, как это правильно готовится, будет это делать то же самое. Ну, это не так уж и сложно, как я думала. Это очень легко и просто, на самом деле. Смотрите, девочки. А вот наши блинчики. На них тоже можно намазать паштетик и скушать. Ну как? Ммм. Ммм. Вкусно. Конечно, вкусно. Соли достаточно? Не надо больше соль добавлять? Мне вообще хорошо. Мне хватило. Хочешь? Ну, супер. Хочешь попробовать? Окей, так попробую. С хлебом. С хлебом норм. Ммм. Нет. Вообще с солью нормально. Ага. Так что больше не надо. Его, главное, хорошо перемешать, чтобы масло распределилось равномерно во всей массе. Соли на этот тазик и представляю, сколько дней я буду есть. Это с кайфом. Ну, дней пять он точно будет абсолютно, ну, в холодильнике хороший. Может быть, даже больше. Сейчас один блинчик мы размазываем. Вот так вот приблизительно. Ну, короче, кто как хочет размажет, понятное дело. Вот у нас такая начинка. Не хочется никак размазываться. Ну, мы вот так его заворачиваем. И я его съедаю. Нет, с блином просто атаку. С хлебом бомба вообще. Ну, вкусно же с блином. Мне больше с блинчиком не нравится такая начинка, чем с хлебом. Вкусно. Да. Но с хлебом просто бомба. Ну, что ж, дорогие мои, мы испекли блинчики. Сделали к ним начинку печеночный паштет. Я уже пол блина съела. Очень вкусно. Вот, Юлечка тоже пробовала. Она очень любит вот такой паштет намазывать на хлеб. Сколько много, мои парочки. Я это буду есть постоянно. Ну, поскольку у нас сегодня блинчики, мы это будем кушать с блинчиками. Вот. Готовьте. Готовьте, пожалуйста, по нашему рецепту. Да, потом присылайте фоточки, отмечайте нас, сторис снимайте, отмечайте. Вот. Пожалуйста. Поздравляю всех практически с масленицей с началом весны. Желаю всем счастья, здоровья, добра. Вот. И чтобы все у вас было хорошо. И полезной пищей вам в дом. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.